Здравствуйте! Христос посреди нас. Сегодня мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки. Закончим читать четвертую главу. Читаем мы зачало 15 и 16. Для тех, кто сегодня впервые слушает вместе с нами чтение Евангелия, хочу сказать, что мы читаем на церковно-славянском языке, потому что в нашей православной церкви этот язык богослужебный. И важно для нас привыкать понимать Евангелие именно по-церковно-славянски. Этот язык считается более молитвенным, более емким и точным по сравнению с русским языком. И перевод Евангелия, сделанный когда-то на церковно-славянский язык с греческого, намного более точный, чем перевод синодальный, то есть на современный русский язык. Однако, если вам пока церковно-славянский язык сложен, труден, вы можете открыть Евангелие по-русски от Луки, 4 глава. Это стихи 31 и дальше мы будем читать. И, соответственно, просто параллельно следить. Итак, в прошлый раз мы закончили с вами на том, как жители Назарета хотели свергнуть Господа в бездну. Говорили о горе свержения и о том, что жители Назарета не приняли Христа как Господа и Спасителя своего, и Христос из Назарета уходит. Итак, Господь приходит в Капернаум. Во-первых, нас интересует здесь слово «сниди», то есть спустился в Капернаум. Почему такой глагол употребляет апостол Лука? Это связано с местоположением Капернаума. Капернаум находится в низине, в долине, которая пересекает нашу страну с севера на юг. Это тот самый знаменитый сирийско-африканский разлом. То есть там глубоко в недрах земли раскололась тектоническая плита, наш материк, раскололся на Евразию и Африку, и, соответственно, вот эта трещина огромная проходит через весь Израиль. И получается, что Галилейское море и все города, которые на его берегах расположены, находятся ниже уровня Средиземного моря. Галилейское море лежит на отметке минус 202, то есть на 200 метров ниже уровня Средиземного моря. Получается, что Назарет – это плюс 650, он в горах, Капернаум – минус 200. Соответственно, нужно спуститься вот эти 800 метров вниз. Там очень красивая дорога с потрясающими совершенно видами. Сейчас мы, конечно, ездим на автобусе. Занимает это все примерно минут 25-30, если с пробками, может быть, 40. А в древности, конечно, вот это все расстояние люди ходили пешком. Соответственно, это считался в то время, в общем-то, день пути. То есть рано-рано утром начинали и поздно к вечеру приходили. Так ходили даже еще наши русские паломники, да даже еще в начале 20 века всего лишь, не так давно. И вот Господь спускается в Капернаум. Капернаум – это был самый большой город на берегу Галилейского моря. Сейчас от того древнего Капернаума остались только раскопки, находятся они на католическом участке. И, в общем-то, то, что нашли там археологи, относится к Капернауму уже более позднего периода, скорее, 5-6 века. От времен Христа осталось очень-очень мало. Господь когда-то говорил Капернауму, Капернауме, Капернауме, до неба вознесись, до ада низвержен будеши. Потому что, несмотря на огромное количество чудес и проповедей, которые Господь творил и говорил в Капернауме, все-таки в массе своей жителей не приняли Христа как Господа и Спасителя своего. И вот причиной в этом было именно самовозношение Капернаума. Капернаум был самый богатый, самый большой город на берегах Галилейского моря. Там находились все рынки, где рыбаки и апостолы продавали рыбу. Там находились очень красивые здания и большая красивая синагога, начальником которой был, и Аир, о котором еще речь впереди. И вот, видимо, вот эта самоуверенность, да, как всегда, когда человек живет в очень хороших, лучших, чем у других условиях, да, скажем так, когда человек чувствует свою силу, деньги, которые за ним стоят, власть, ему, в общем-то, как бы Бог не очень нужен, да, ему труднее прийти к Богу, душа как бы ожесточается от этого. И поэтому те, кто уверовали в Капернауме, в основном-то это были бедные рыбаки, и те, кто приходили в Капернаум по каким-то делам или приходили уже в поисках Христа позднее, да, то есть приносили своих болящих, но никак не жители Капернаума. То есть среди жителей обратилось мало. Между тем, в Капернауме как раз жили апостолы, по преданию братья Петр и Андрей жили в Капернауме. Притом Петр жил у своей тещи, но об этом еще мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, Господь учил в их синагогах в субботу. Синагога – это, как мы уже говорили с вами не раз, дом-собрание, то есть место, где собирались иудеи по субботам для слушания Священного Писания. И вот Господь учил, и учение его удивляло, поражало их, и ужас был на них, ужасахуся о учении его. Что вызывало страх и трепет перед словами Христа, что вызывало удивление? То, что Господь, в отличие от других пророков, не ссылается на Бога, когда учит. Обратите внимание, если вы читали Ветхий Завет, как пророки говорят, так говорит Господь. Или Бог говорит, что то-то и то-то. А Господь всегда говорит от первого лица. Христос говорил, я говорю вам, аз говорю вам. То есть вот это, конечно, очень поражало. Кого-то это раздражало, как дерзости, как это он на себя берет смелость, а кого-то это заставляло задуматься и появлялся какой-то страх. Однако это не было, к сожалению, залогом того, что люди уверовали и становились его учениками. Почему? Потому что, как говорит святитель Иоанн Златоуст, очень часто нашего разума и нашего внутреннего стремления к добру, которое как бы должна регулировать наша совесть, да, с вами по идее, недостаточно бывает для того, чтобы нам уверовать в Бога, чтобы нам принять Его в своё сердце, чтобы нам доверить Ему свою жизнь, полностью доверять Ему. Нам для этого нужно что? Чудеса. Поэтому Иоанн Златоуст говорит такую немножко нам как бы горькую фразу, но правдивую. Чудеса, говорит он, нужны для неверующих. Да, верующим чудеса не нужны. Они верят по внутреннему, разумному, духовному, нравственному чувству, да, им не нужны доказательства. А здесь вот мы с вами как раз видим такую обратную ситуацию. Нужны чудеса. Как бы жители Капернаума слабые. И Господь укрепляет их, доказывает им власть своих слов чудесами. И вот сейчас мы с вами об одном таком чуде и прочитаем. И в сонмище бе человек, и мы, духа беса нечиста, и возопи глазом велием глаголя, остави, что нам и тебе, Иисусе, на заренине, пришел еси погубите нас, вем тя, кто еси святый Божий. И в сонмище бе человек, и мы, духа беса нечиста, и возопи глазом велием глаголя, остави, что нам и тебе, Иисусе, на заренине, пришел еси погубите нас, вем тя, кто еси святый Божий. И запрети ему Иисус глаголя, примолчи и изыди из него, и поверг егу бес посреде, изыди из него, никак уже вреди в его. И бысть ужасно всех, истязахуся друг ко другу глаголюще, что слово сие, яку властью и силою велит нечистым духовом, и исходит. Здесь мы с вами видим прежде всего, что Господь, как и во многих других случаях исцеления бесноватых, позволяет бесу говорить и действовать. Хотя на самом деле властью своею Христос мог немедленно истреть этого бесноватого. Однако он попускает бесу говорить и действовать. Вовсе не от того, что Христос слаб, и происходит некое, как бы сказать, столкновение, соревнование, борьба, что ли, Господа с дьяволом. Нет, конечно. Происходит это потому, что Господь для нашей пользы, для того, чтобы мы поняли, что на самом деле бесы живут в нас и действуют, и не приписывали это какому-то психическому или расстройству, или еще каким обстоятельствам. Вот чтобы мы поняли, увидели ясно духовную картину, поверили в существование бесов и узнали, какой вред они хотят нам причинять, и что они боятся Бога. Вот для этого Господь попускает бесам говорить и действовать. И вот здесь бес, который был в этом несчастном, называет Христа, знаю кто ты, святый Божий. Вот это наименование святый Божий относится только к Богу, единому Богу Израилеву. В Ветхом Завете, вот, например, у пророка Исаии мы с вами находим «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и искупитель твой, святый Израилев». То есть это наименование только Бога. Таким образом, бес называет Бога по имени, что даёт нам с вами очень важную картину того, что бесы знают о том, кто такой Бог. Они веруют в Него, трепещут Его и продолжают творить зло. Вот ведь что потрясающе, что они добровольно выбирают это зло. Не от того, что им не проповедано, и они не знают, и по неведению это творят, в заблуждении находятся, а именно выбирают добровольно быть на другой стороне. И очень интересно говорит нам об этом святитель Феофилакт Болгарский. Он объясняет нам, что бесы своего рода питаются нашей духовной энергией, питаются нашей плотью, они нуждаются в том, чтобы жить в человеке. Для них любой исход из человека – это страшное страдание и горе. И вот это их вампиризм, что ли, да, иными словами. Вот здесь мы и видим отражение его в Евангелии, подтверждение, да, потому что остави, что нам и тебе, Иисусе, на заренении. То есть оставь нас, не трогай нас, не лишай нас нашего питания. Они питаются, как некоторые еще старцы говорят, питаются человеческими слезами, питаются человеческим горем, питаются человеческой плотью, разъедая ее болезнями. А любая болезнь связана, да, обязательно, телесная болезнь с духовным состоянием человека. И потому бесы всеми силами стараются удержаться за нашу плоть. И как только мы плоть свою расслабляем, питаем ее вкусной пищей, даем ей зрелище, даем ей комфорт, душа наша слабеет, как бы отходит духовная на второй план. И бесы чувствуют, что мы для них прям комфортный отель, да, располагайся, живи. Почему, говорит Феофилакт Болгарский, и Христос и сказал, что изгоняется этот род молитвой и постом, потому что пост помогает молитве, пост заставляет нас поставить телесное на второе место. Пост как бы лишает бесов вот этой нашей телесной пищи, да, своего рода. Это вот такая интересная связь духовного мира и телесного, которое, конечно, бесспорно существует, об этом можно много еще говорить. И вот здесь также мы видим с вами столкновение мира земного, да, нашего вот мира с его грехами и немощами, с миром Христовым. Когда мир Христов божественный подходит к душе человека, зараженный страшно грехами, одержимый бесами, первая реакция человека – отторжение. Не хочу, не надо, уходи, не хочу знать, не буду, да, это происходит от того, что человек не по своей воле это говорит, а говорят в нем вот эти духи злобы, живущие в нем и мешающие ему соединиться со Христом, очиститься. Но здесь одна только сила у нас – сам Христос, да. Мы молимся за несчастных своих родных, близких, которые явно одержимы какими-то там страстями, грехами, которые не могут побороть. Они сами через нашу молитву начинают тихонько приходить в разум и тоже о себе начинают уже молиться и просить. И дальше, когда пройдет надлежащая борьба, Господь исцеляет. Господь может исцелить и в одну секунду, как вот этого несчастного, одержимого человека, а может по прошествии времени, а иногда и долгого времени, когда это необходимо для того, чтобы был воспитательный момент в этом исцелении, чтобы не произошло так, что человек исцелится и начнет еще хуже вещи делать на радостях. А вот когда исцеление досталось ему большим трудом и потом духовным, и скорбями, и ожиданием, и жаждой этого исцеления, и молитвой, тогда уже скорее человек удержится и устоит на путях правых, и будет хранить то, что он от Бога получил. Вот такой бывает тоже закон действует. Но один Господь знает, когда кому подать это исцеление. Из Евангелия мы видим, что он может это делать моментально. Одним своим словом он изгоняет бесов. И страх напал, опять же, на всех, кто был в синагоге. Кто он такой, что духи нечистые, даже слушают его. Оттуда же Господь пойдет дальше и скоро прибудет в дом Петра. Давайте читать зачало 16. «Исхождаши глаз о нем во всякое место страны». Здесь имеется в виду, что по всей Галилее, Галилея – это верхняя северная часть Израиля, распространилась молва о Христе. «Восстав же из сонмища в ниде в дом Симонов. Теща же Симонова бе одержима огнем велием, и малиша его у ней. И став над нею, запрети огню и остави ю, а бе же восставши, служаше им». Огонь – это горячка, высокая температура, лихорадка. Интересное замечание делает нам святитель Иоанн Златоуст. Очень мне оно запало в свое время в память, в душу. Он говорит, обратите внимание, все приходят ко Христу целиться, а Петр не просит его об исцелении. Ведь он знал, конечно, теща его не один день же болела. И он не просит, он ждет, когда Христос сам придет к нему в дом обедать. Как говорит нам Златоуст, спаситель пришел поесть. То есть это, скорее всего, тоже уже была вторая половина дня. И вот тогда тут же Петр к нему. «Помоги, исцели». Тещу свою Петр очень любил. Есть очень много преданий и всяких версий по поводу того, почему апостол Петр жил у тещи. Даже есть такая версия, что ведь с тех пор, как он стал апостолом, он перестал рыбачить, соответственно, перестал обеспечивать свою семью. И вот мудрая теща принимает его с женой в свой дом для того, чтобы помогать и кормить эту пару Петра с его женой. Кстати, есть предание и о том, что жена апостола Петра была дочерью апостола Варнавы. Так что ведь они были, в общем-то, все близки, родственники. И, конечно, теща тоже веровала в Господа Христа, как учить, как Бога и Спасителя, не только как Учителя. И вот эта мудрая теща, такой вот мне приходилось читать, показала, что земное, земные понятия муж должен обеспечивать, зарабатывать, она поставила на второе место. Она первое духовное, она поняла, что Петр ученик Спасителя, что ему надо проповедовать, ему надо везде быть со Христом, соответственно, ей нужно помогать, сколько она может, вот этой паре, своей дочери, ему, да. И так Господь исцеляет тещу Петра. И, как мы видим, она сразу встала и пошла им служить, да, и, значит, покормила их обедом. И вот дальше описывает нам Евангелист Лука, что вообще происходило. «Заходящую же солнцу, вси елицы имееху, болящие недуги различными, привождаху их к нему. Он же на едином каегожды их руцы возложи, стеляши их. Исхождаху же и беси от многих вопиющие глаголище, яку тыси Христос, Сын Божий, и запрещая, не даяши им глаголати, яку ведиху Христа самогу суща. Бывшу же дни изшет иди в пусто место, и народе искаху его, и приедоши до него, и держаху си его, да не бы отшел от них. Он же речек ним, яку и другим градовом, благовеститими подобает Царствие Божие, яку на се послан есмь, и бе проповеды на сонмищах галилейских. Мы здесь видим с вами, что болящих приносили на закате солнца. Почему? Здесь есть несколько причин. Во-первых, если это была суббота, должны были дождаться захода солнца, исхода субботы. То есть, когда суббота закончилась, и можно заниматься работой, закончился день полного покоя, можно приносить болящих. Вторая причина в том, что у болящих их родственники днем были заняты. Каждый где-то трудился. Кто-то ловил рыбу, кто-то на земле работал, и просто кто-то торговал на рынке. Некому было болящих принести. В основном их всех приносили вечером, когда их родственники освобождались. Кроме того, не забывайте, что у нас днем большую часть года страшная-страшная жара. Поэтому, конечно же, люди, многие дела особенно связаны с путешествиями, с какими-то передвижениями. А тащить, например, расслабленного человека было очень нелегко. Бедные люди вряд ли могли себе позволить нанять ослика для этого или какую-то повозку. Они это делали руками. И поэтому, конечно, ждали, когда прохлада вечерняя сойдет. И тогда уже приходили к Господу. И мы видим здесь, как Христос опять и опять запрещает бесам. Не разрешает им называть его Сыном Божиим и объявлять о нем. По мнению святых отцов, Христос сделал это за тем, чтобы мы не привыкали верить бесам и верить духам. Потому что действительно бесам многое открыто. Они и будущее иногда знают. И сколько случаев есть, когда какая-то гадалка мне сказала, потом все точно так и исполнилось. Но, конечно, бесам открыто очень много. Но только любой контакт наш с ними, любое приятие их информации, и когда мы верим тому, что нам сказал человек, явно с бесовскими силами связанный, ну, как там маг или гадатель какой, астролог и так далее. Каждый раз, когда мы верим в это, принимаем, задумываемся, мы даем бесам право действовать в себе. И уж дальше тогда за последствия не будем обижаться на Господа Бога, потому что мы сами приняли это, согласились. И вот потому Христос запрещает бесам говорить о нем, чтобы люди не слушали бесов, чтобы они уверялись в том, что он Христос от его учения, от его чудес, от той силы духовной, которая от него исходит, а не по свидетельству духов нечистых. Кстати, апостол Лука очень часто, именно у него в Евангелии, он добавляет бесы, духи нечистые. Почему он это слово добавляет? Это также понятно, ну бесы, понятно, что они нечистые. Это нам понятно. А вот его слушатели, в основном читатели, апостол Луки, в основном были эллины, греки. И у греков есть понятие о добрых и злых духах, у древних греков. Потому апостол Лука здесь и подчеркивает, что я веду речь о злых духах, нечистых. И вот мы с вами видим, как народ не хочет отпускать Христа. Они не хотят, чтобы он уходил, а он говорит, что ему надлежит проповедовать и в других городах. Хочу закончить чтение Евангелия еще одной мыслью святителя Иоанна Златоуста о чудесах. Эта мысль очень интересная. Златоуст говорит нам, что можно проследить через весь Ветхий Завет, что всякий раз, когда Господь хочет дать новый нравственный закон, устроить жизнь как-то по-новому, заложить что-то, начать что-то новое, Он всегда сопровождает это чудесами, как бы для укрепления в нас веры в Его всемогущество, Его власть. Например, сотворение Адама, первого человека. Господь сперва творит чудо, Он создает из небытия наше небо и землю, создает, насаждает райский сад, а потом уже создает человека. А Авраам, все его отношения с Богом были укрепляемы каждый раз великими чудесами. То Господь даровал ему победу, то дает ему сына в глубокой-глубокой старости, когда по человечеству уже невозможно было ему родить. И так далее. То же самое касается и Моисея. Через него Господь дает новый закон и утверждает это многими чудесами. Прежде народ израильский не мог не принять этого закона, потому что столько чудес они видели, отдавшего закон от Бога. И манность небес в пустыне, и перепела, и источник из скалы и так далее. То есть действительно, и здесь в Евангелии Господь, начиная новую эру духовную, дая нам новый закон духовный, да любите друг друга, и заповеди новые, новозаветные, утверждая новую жизнь, которая уже будет теперь через него нас связывать, да, с Богом и с духовным, Господь творит чудеса, как бы создавая этим, как бы такую вот платформу, что ли, крепкую, да, на которой вот уже человек не может не поверить, видя такие чудеса. Однако, что же мы видим? Люди все равно не веруют, потому что чудеса – это помощь от Бога нам уверовать, но не стопроцентная гарантия. Вот ничего нет стопроцентного, что может нас заставить уверовать, кроме нашего собственного желания, нашей собственной инициативы, нашего движения сердечного, нашего отклика, да. И вот тут даже Господь Всемогущий оставляет последнее слово – за нами. И вот это совершенно удивительно и очень, конечно, промыслительно. дает нам очень много о чем подумать. Ну вот, мои дорогие, за всем я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам во всем помощи Божией и обещаю, что мы скоро встретимся вновь и будем читать Евангелие дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!